Я хочу показать список голосовавших в ООН про положение в Украине. Здесь голосовали про положение в оккупированных территориях Украины. В смысле, что кто признает, что территория Украины оккупирована Россией. Вы видите зеленые, красные и желтые клетки. Те, кто зеленые, это страны, которые признали, что Россия оккупировала Украину. Красные, это те страны, которые считают, что Россия ничего не оккупировала, она просто взяла Крым себе по международным законам. А те, что желтые, эти страны воздержались от голосования. Давайте посмотрим, кто поддерживает российскую оккупацию. Посмотрите, первая это Российская Федерация. Она признает, что да, мы взяли Крым и это никого не касается. Все сделала по закону. Еще ее поддерживают Сирия, Зимбабве, Филиппин, Никарагуа, Казахстан, Иран, Северная Корея, Куба, Беларусь, Боливия и Армения. Эти страны признают, что если с силой взять чью-то территорию, то это будет законно. Армения, понятно, она много лет держала территорию Азербайджана в оккупации. Ну, Россия тоже понятна. Вот Казахстан зачем поддерживает русскую агрессию в Украине? Ведь Россия всеми своими возможностями на всех платформах говорит, что территории Казахстана принадлежат России, что города в Казахстане построены русским. Несмотря на это, Казахстан идет на поводу России. Еще Иран в 1941-1945 годах была оккупирована Советским Союзом, которое хотело пересоединить часть Ирана к Советскому Союзу. Даже создала там социалистическую республику. Использовала она Азербайджан, типа создавая Азербайджанскую республику. И в данный момент тоже внутри Ирана идет это разделение. В малейшей возможности Иран разрушится. Какой-нибудь из стран заберет ее территорию. Но она все равно поддерживает Россию в его агрессии. Очень радует то, что во второй раз Азербайджан проголосовала за Украину. Первый раз Азербайджан проголосовала за Украину. В самый разгар войны, когда Россия захватила Крым, Азербайджан признал, что Россия оккупировала Крым. Но после этого Россия очень сильно надавила на Азербайджан. В таких голосованиях вообще не участвовала. Радует, что наконец-то Азербайджан сказал свое слово и признал Россию оккупантом. Мы надеемся, Украина завоюет свои земли, станет свободной, единой страной. Редактор субтитров А.Семкин